Почему нам не хватает, если мы в течение 25 лет допускаем подобную ситуацию и ничего особо такого не хватает? Я думаю, что нам не хватает, вот, нам, может, мы слишком законопослушны и привыкли подчиняться, но самое главное, мы продукт своей истории, своей ужасной, кровавой истории. У нас у каждого ребенка, там, наверное, там, в детстве, там, бабушка в деревне записана, там, гены заложены, что вот, ну, старайся вот спрятаться и пережить, это на уровне инстинкта. Если мы соберемся вместе и попробуем их одолеть, их, там, врагов, нас непременно всех порежут, убьют и так далее, потому что мы всегда воевали, у нас основной противник был там или с юга татары, или с востока, с востока Москва, ну, немцы тогда приходили, да, но редко, вот. И у нас всегда так оказывалось, что количество противников было несколько раз больше. И какое-то время там держались до этой ужасной войны 17-го столетия и отбивались там, и если кто-то полководец проиграл битву против московского войска, которых было всего лишь три раза больше, то его уже подозревали в предательстве, как он мог, их всего три раза больше, да. А потом вот в 17-м году, когда пришли огромные армии, с юга казаки, с востока московские войска, и захватили территорию, и тогда, когда началось просто там вывод рабства, резня и так далее, все, кто активный, а кто боролся, пытался защитить свою женщину, свой дом, их убили, вот. И выжили люди. А это вот такая травма была, 52% тогда уже считали людей, 52% населения погибло. И это была колоссальная травма. Погибли, в первую очередь, кто? Шляхта. А шляхта, это не дворец, не сколько дворец, это военное сословие. Их было там больше 10%. И каждый мужик мог стать свободным, если он пошел в армию, ему давали, очличился, ему давали шляхетность, если он там уцелеет, да. Был социальный лифт. И самые активные, они хотели быть рабами, они шли в это сословие, гибли на войнах. И получилось, что у нас из нации вымыли вот этот активный слой. Ну, отдельные, как бы, да, из родов там остались недобитые, как шутят иногда мои коллеги там по партии историки надо мной, да. Но это поменяло модель поведения нации. То есть, нация, она разумна. Люди, нация хотела как бы выжить коллективно и бессознательно. Они выбрали такую модель поведения. Это, знаете, как у евреев, да. Они, чтобы выжить, выбрали такую модель, там их пинают, там это, а они там, чтобы выжить. Ну, сейчас вот у нас, как бы, своя страна. Вот. И понятно, что лучше, чтобы она была свободной для всех. Лучше жить в ней будет. Но власть эта укрепилась. Был такой период, когда можно было сбросить, вот, 99-й год. Лукашенко тогда этот союзный договор заключил и так далее. И тогда начался протест. И тогда, я же говорю, тогда вот, ну, марш свободы номер один, 50 тысяч за спиной. И ты понимаешь, что если просто поведешь их туда, ты всех опрокинешь и можешь захватить эту администрацию. Но тогда было четкое понимание, что, да, здесь 50 тысяч отчаянных людей. Но в Беларуси нас меньшинство. И если мы это сделаем, опрокинем, то мы или придем на честные выборы, и они опять такого изберут. Или же еще хуже, завтра здесь будут мертвозческие российские танки, и мы страну потеряем. И вот, а с другой стороны, третье, там, политологи говорят, Николай, если вы сейчас не поменяете ситуацию, вот, 5 лет у вас есть, люди, ну, подумают, надо привыкать, начнут приспосабливаться. И говорю, и тогда это на долгие годы. Я помню, я стоял вот перед этими людьми за спиной, думал, что делать. И решили, что... Я понимал, что если сейчас вот мы оставим как есть, да, страна вот пусть формально независимая уцелеет там и так далее, но меня ожидают очень сложная судьба личная. Моих коллег. Но мы выбрали независимость, а не свободу. А люди посмотрели и стали привыкать, приспосабливаться. Вот, и вот эти долгие десятилетия прошли, вот. И вот теперь мы опять пришли к точке, к точке, когда опять растет эта решимость. И вот теперь уже пора. Вот теперь уже, если мы не прокинем, тогда потеряем независимость. А так, да, так случилось. И еще, если бы не было этих 15 миллиардов долларов ежегодно от Москвы, помощи ежегодной, то мы бы давно забыли об этом смешном колхозном человеке. Вот. Но на эти деньги он там содержал эти заводы большие, где просто нас держали на контракте для контроля. Содержал эти многочисленных силовиков, вот, чтобы, ну, властвовать над нами. Но теперь все это заканчивается. Мы подходим к точке решающей развилки, после которой или эта страна будет свободной и процветающей, или она будет обречена, там, какая-то автономия, ну, партизанская война, там, не знаю. Сейчас мы опять подошли к этому моменту. Ну, а так, я же говорю, ну, вот такая история. И не надо думать, что она фатальна. Сейчас самая лучшая армия в мире, да, израильская, кстати, по поводу этих евреев. Они просто получили свою страну и поменяли ментальность. На самом деле, я вот не совсем согласен сейчас с Николаем Суткиевичем. Это демократия, да. Не такие уже терпилы белорусы. Не такие уже мы, как бы, вот, зашуганы, забиты. Смотрите, оккупация Беларуси-России, через 30 лет восстание, подавлено, окей, через 30 лет еще одно восстание, опять подавлено. Хорошо, через 30 лет национальное возрождение, участие в революции под национальными лозунгами. Прошли, прошло 15 лет, 17-18 год, провозглашение независимости, БНР, Слуцкий сбройный шин, поход Булак-Балахович, про который сегодня говорили, да. Прошли и это. Вторая мировая война, партизанка и советская партизанка, и национальная партизанка. Распад Советского Союза, диктатура. Но 20 лет, после того, как пришел к власти Лукашенко, марши свободы. Весна 96-го года, когда на улицах Минска машины просто вот так вот кувырком летели милицейские. Кто помнит, знает, да. Площади 2001-го, 2010-го, 2006-го года, когда десятки тысяч белорусов выходили фактически в безнадежной ситуации. Это не нация терпила, это великий народ на самом деле. Мало кто из народов, которые находятся под оккупацией, на такое способен. Но вопрос ключевой в том, что мы боремся не против местечков колхозного шута, мы боремся против огромной империи, которая стоит за его спиной. Вот это вот сложно, это тяжело. Но сейчас вот исторические события так сложились, что эта империя сама находится в таком не очень хорошем положении. И вот сейчас поэтому есть реальный шанс ее победить. Но не нужно считать, что белорусы терпилы, потому что мы, еще раз повторю, очень мало в истории человечества народов, которые в условиях оккупации, уничтожения языка, генофонда, шляхты, каждые 30-20 лет поднимались на восстания. Очень мало таких народов, и мы среди них.